Весной 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 Запустил стройки, запустил промышленность. Послушайте, нет, я о другом моменте хочу сказать. Тут тоже все было так, немножечко, как-то сказать, по-византийски. Нерабочие дни кончились. Извините, сразу, если бы Византия существовала на основе этих норм, она просуществовала бы несколько минут, а не несколько веков. Поэтому не надо катить бочку. Людвак написал книжку «Византийская стратегия». Очень многословно, как положено у западников. Византийцы первыми в мире поняли, что бессмысленно побеждать врага. На них накатывались волны степняков. И они поняли, что мы одних разбили, придут следующие. Поэтому не нужно разбивать врага, нужно превращать его в партнера. Это логика, по-моему, для наших руководителей. Ну, недоступна, как и любая другая логика, допустим так. Не, ну просто предпринимательский взгляд на 12-13 мая. Что произошло для экономических субъектов? Первый вопрос. Вы работаете, а платить вам не будет никто, потому что никто ничего не купит. В течение нерабочих дней, значит, да, было не обязательно погашать обязательные кредитные платежи. С 12-го числа всем прилетели требования. Торговля была остановлена. Обращаю внимание уважаемых зрителей, что любое производство, да, промышленным предприятиям разрешили работать. Ну, допустим, та же самая большевичка. Ну, какой есть смысл шить костюмы, если сеть салонов большевички закрыта? Зачем работать на склад? То есть, условно говоря, вот это вот возобновление работы промышленности. Некоторые просто не возобновили работу. Вот те, кто возобновили, не понимали, чем они занимаются. Слушайте, вы рассказываете реальности выпускникам и авторам программы «Лидеры России». Вы что? Это люди, которые пиарщики. Они воспринимают мир через призму пиар. Если вы им скажете, что существует реальная жизнь, они отреагируют, как Шерлок Холмс, которому доктор Ватсон рассказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Он сказал, ну надо же, как интересно. Я постараюсь об этом забыть как можно быстрее, чтобы это не мешало мне заниматься моими практическими вопросами. Я думаю, что так. Ну так вот, и возвращаемся к нашему исходному тезису о трансформации тревожности в напряженность. Вы говорите, что речь идет о воздаянии. О возмездии. О ожидании возмездия. Причем, подчеркиваю, сейчас люди не готовы творить это возмездие сами. Поэтому ни бунтов, ни революций. Люди ждут, что придет мессия, который за них сделает то, что они хотят. То, что они ждут. Когда мессия не придет, и они это поймут, вот это будет точка перелома. Она случится внезапно. Это вопрос психологии общественной. Причем это произойдет в какой-то одной точке. Дальше это стремительно распространится по обществу. Мгновенно. За два дня. Какой-нибудь Максим Галкин скажет, ребята, а вы знаете, что уголовный кодекс некому выполнять, кроме вас, в отношении преступников. И понесется. Как это было с Куштау. Точно так же. А люди это уже понимают. Мы же с вами читаем комментарии наших зрителей и подписчиков. Два разных состояния. Понимать и делать. Это какая-то была римская поговорка. Там Цицерон, у него был оппонент, тоже очень красивый оратор. И когда говорил его оппонент, люди восклицали. Или в Древней Греции. Нет, все-таки не помню. Значит, о, как он красиво говорит. А когда говорил Цицерон, люди кричали. Покажи нам, что нам делать. Мы сделаем это. Можно прикладной и чисто политический вопрос? Вот наша оппозиция, неважно, системная, несистемная, они же не хуже вас. Нас с вами понимают о том, что... Я сразу. Понимаете, вот как бы мы живем в эпоху Конфуция, когда исправление реальности нужно начинать со справления терминов, справления слов. Как только оппозиция называет себя оппозицией, она превращает себя в помойку, которую вообще не заслуживают упоминания. Потому что оппозиция не имеет смысла. У нас есть большинство в стране, абсолютное, монолитное. Немножко потрескавшись, но в целом это монолит. Вот имеет смысл тот, кто выражает интересы и мнения большинства. Тот, кто, грубо говоря, говорит, в стране сложился союз большинства, и этот союз большинства хочет вот этого, этого и этого. Это будет неопределиться. А кто возьмет на себя смелость представлять интересы большинства? Кто сможет представлять, здесь вопрос не в смелости и не в крике, а в том, кто сможет эти интересы представить. Вот он будет властью, а нынешняя власть в лучшем случае станет оппозицией, не покидая своих служебных помещений. Потому что никто не будет подчиняться. Как вы думаете, ОМОНу нравится подчиняться людям, которые считают, что средний класс это люди с доходом 17 тысяч рублей? Это же не оговорка была. Она же прошла все, так сказать, контроли всех редакторов. Как вы думаете, а нравится силовикам, которые катаются на всем, что было сделано при советской власти, мнение, что при Советском Союзе делали только галушу? Нравится. А как вы думаете, а нравится людям, которые клянутся великой победой высказывания официальных чиновников, пусть даже в Фейсбуке, что Сталин вдвое хуже Гитлера? Так что, понимаете, это ситуация, которая будет ломаться внезапно и непредсказуемо. И тот синтез, который у нас подспудно существует 20 лет, и который когда-то выразил Путин, придя к власти, синтез абсолютного большинства, потом он сломался в ходе монетизации. Вот этот синтез, он реализуется снова. Все обломается в доме Смешанских, да? Ну, что-нибудь в таком стиле. Смешается в доме. Власть еще имеет возможность выразить этот синтез, но я не вижу ни малейших признаков желания. Люди играют в какие-то бирюльки, как когда-то Сурков сам с собой играл в сложные интеллектуальные игры, непрерывно выигрывал. Кончилось это болотной и потом манежной площадью, по-моему, 11-го года, когда стояли гастарбайтеры, крича, перед ними выступал Рогозин с криком, что нам не нужны плохие мигранты, нам нужны хорошие мигранты, а площадь дворников орала «Аллах Акбар». Не потому, что они были исламисты, а потому что не знали, как по-русски будет «Ура». Вы знаете, я же вам жаловался в нашей честной беседе о том, что я случайно, даже не включил телевизор, он не включается уже, я даже не уверен, включается он уже или нет, в интернете натолкнулся на прямое включение вечера с Владимиром Соловьевым, застал там госпожу Симоньян, которая с очень одухотворенным видом говорила, Володь, ты знаешь, я вчера читал мемуары Жукова, как он рассказывал о вывозе наших предприятий за Урал, как мы это смогли сделать. Соловьев и отвечал, что да, надо просто ставить задачи, подбирать правильных людей, вот ты же, Маргарита, смогла сделать альтернативное телевидение. Я на них смотрел и думал, кто-то из нас точно сошел с ума, потому что если бы это слышал покойный маршал Жуков, он бы, наверное, двух этих людей попросил бы не упоминать свое имя в Суве. Жуков? Жуков это был человек, который, когда он выходил из своего кабинета, коридор генштаба опустили. У нас сейчас хороший... Маршал Победы мог его рыло двинуть. Маршал Победы в качестве дисциплинарного наказания понимал только расстрел на месте, демонстративно. И Конева, Василевского, Рокоссовского так любили именно по контрасту, потому что Конев и Рокоссовский очень берегли солдат, ну а товарищ Жуков, скажем так, не очень, мягко выражаясь. Если бы Жуков слышал бы этот разговор, там рылом бы дело не ограничилось бы. Потому что больше углумления над памятью победителей, чем идентификация вот этой вот гламурной, не будем говорить чего, с ними вообразить себе нельзя. — Сколько из зрителей этого вчерашнего эфира приняли это за чистую монету, как вы считаете, вот из 100 человек? — Половину, я думаю, приняли. — Половину приняли, да. У меня эти люди же смотрят невнимательно, это же работает в режиме Брэдбери, соседи, когда что-то там болтают. Да я и сам что грех оттаить? Я включаю, так сказать, по моей основной специальности какие-нибудь образовательные программы и занимаюсь своими делами механическими. А так я слушаю там гвозди, ремонтирую чего-нибудь и мне, значит, я тоже так вот. Народ точно так же слушает слови. Невозможно же сидеть и все это слушать постоянно. А половина, конечно, посмеялась. И понимаете, ведь Владимир Рудольфович, он человек очень, на самом деле, тонкий. Он же лучший ведущий ток-шоу в России и один из лучших в мире не потому, что он простой, как молоток, а потому что он прекрасно понимает, как его воспринимают. И госпожа Симоньяна, она человек искренний, она говорила все это действительно с горящими глазами. Владимир Рудольфович, продолжая ее тему в рамках официальной пропаганды, работал-то на самом деле не на тех 50, которые ему внимают, воспринимают его один в один, а на тех 50, которые его терпеть не могут и которые негодовали по поводу этого. Я в этом абсолютно уверен. Он очень тонкий, очень глубокий человек. Его нервные срывы, на мой взгляд, вызваны тем, что он понимает, что он вынужден делать то, во что он не верит и что он презирает всеми фибрами души. Виноват. Давайте подчеркнем этот момент. Он понимает, что он делает. Я не могу сказать, что я его хорошо знаю, я с ним близко не общался никогда и не могу сказать, чтобы он мне был симпатичен. Но этот человек глубокий и тонкий. Это человек, который прекрасно понимает, что он делает и зачем он делает. Вот я убежден, что в этой ситуации он работал не на тех 50%, которые воспринимали все это всерьез и по-честному, а на те 50%, которые возненавидели его в этот момент. Вот я извиняюсь, я понимаю его мотивацию лет 12 назад, когда этот политический цикл был, так сказать, когда патриотизм был честным. Когда патриотизм был честным, с одной стороны, да. Когда официальный патриотизм был честным, скажем так. Давайте вспомним Михаила Зиновича покойного, давайте Леонтьева вспомним. Вполне, в общем-то, не было там никакой лжи. Да и сейчас нет у Леонтьева никакой лжи, он абсолютно искренний человек. Вот сейчас, когда заведнелся, скажем, заведнелись пределы этого политического цикла, Владимир Рудольфович на что рассчитывает? Что в следующем политическом цикле он тоже как-то сможет предлагать какой-то контент? Или какие у него вообще ощущения по поводу завтрашнего дня? Давайте попробуем. Не ко мне вопрос. Но я вижу, что он видит приближающийся конец, как и все мы. И, как и все мы, он не видит приемлемого для себя выхода. Потому что ситуация прямого действия, прямого установления справедливости, на свете нет ничего жесточего этого. Симоньян, кстати, жалову в сетях. Мне прислали, что на улице как-то к ней стали хуже относиться. Даже не знаю, насколько правда или нет. Жалуются, что ее оскорбляют иногда. Ну, во-первых, ее, скорее всего, оскорбляют армяне. Потому что армянское сообщество в России, по крайней мере, его интеллигентная часть, вызывает у меня омерзение и отвращение. И в этой ситуации я всецело на стороне Симоньян, которая совершенно не постеснялась им сказать, ребята, что вы творите перед войной. Еще летом она им сказала. Так что здесь, я думаю, что, скорее всего, это вот эти вот обезумевшие от безнаказанности этнические мафиози и те, кто на них ориентируется. Потому что огромное количество нормальных людей, которые просто работают, и они это с Симоньян абсолютно согласны. Но интеллигенция – это катастрофа. Это люди, которые, ну, как сказать, я перестал давать интервью армянским медиа после Энергомайдана. Потому что такого извращения моих слов я не видел нигде. Никогда. Я понимаю, когда там какой-нибудь абхазский журналист что-то путает и передергивает, потому что, во-первых, он обижен, и ему эмоции затмевают разум. А во-вторых, он просто плохо понимает, у меня достаточно плохой русский язык, он меня не очень хорошо понимает. Это я понимаю, это нормально. Это нормально. Но армянская, извините, интеллигенция, которая все понимает прекрасно, все знает, которая по-русски говорит лучше меня, по крайней мере. Состояние отличить иронию. И все прекрасно сознает. Чистую монету от иронии. И она начинает заниматься откровенным извращением и откровенной клеветой, подтасовками. Ребята, я с вами не работаю. Точка. Нет, есть такой момент, не все понимают, когда вы иронизируете. Нет, там все было совсем просто. Я сказал, ребят, вы понимаете, вам не поднимали тарифы за энергию очень долгое время. Очень долгое время. У нас плохая реформа электроэнергетики, у нас все неэффективно. Простите, российский бизнес поднимает тарифы в России, и он вынужден поднимать тарифы везде. В том числе у вас. Я понимал бы позицию, давайте мы заберем это у российского бизнеса себе. Это я понимал бы позицию. Но когда меня там обвинили в ненависти к армянам, ребята, все, идите лес. Идите лес. Просто я очень хорошо понимаю теперь людей, которые стараются сторониться этого. И Симоньян, я думаю, страдает в первую очередь именно от этих людей. То есть все нападки на нее... И вторая категория – это московские хипстеры абсолютно безумные. Ну да, мне тоже, я даю интервью, проходит мимо бородатенький такой парнишка, 45 лет, в шортиках. И кладет, в общем, именно парнишка по мордочке, ответственностью и не пахнет. Нет следов ответственности вообще взрослых. Ну, я... И кладет передо мной, значит, бумажку на асфальте «Путинская подстилка». Я его потом взял, она у меня до сих пор лежит, потому, знаете, у меня много всего. Мой гражданский, как бы, ну, как бы есть гражданский статус, косточиновника. Ну, если брать армейские, то это четыре генеральские звезды. Это много. Очень. Просто ни один нормальщик с этим не работает. Товарищ 45 лет с бородой, если вы нас смотрите, я вам хочу сказать, что каждый раз, монтируя выпуски с Делягиным, я думаю... Ну, Михаил Геннадьевич, понятно, да, он человек твердых убеждений, так сказать, как любой русский интеллигент, может и в тюрьму сходить за свои высказывания о Путине. А я-то на это готов или нет? А я Путина ничего плохого не говорил. И вот эту вот бумажку, кто мне говорил, я ее храню, это для меня вот практически одна из высших наград, которые получал в своей жизни. Вот есть благодарность президента Ельцина за то, что мы тогда оттянули реформу, оттянули повышение... Нет, 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 оттянули повышение пенсионного возраста с 97-го до 2018-го год. Мы это оттянули, я за это получил личную благодарность. Хотя, казалось бы, где, как и Ельцин всегда был на стороне либералов, но тем не менее. Я оттянул на восемь с половиной месяцев реформу энергетики, еще было несколько эпизодов менее ярких и менее, так сказать, открытых. А от этого тоже была очень недорогая бумажка. Кстати, вспомнил еще одну просьбу от наших зрителей. Все просили поговорить с вами подробно, сейчас эту тему комкать не будем, о пенсионной реформе, в результате чего это решение появилось, консенсусом каких групп, кто работал, за что. Сейчас эту тему затрагивать не будем, потому что она часа на три. И, в общем-то, я хочу сказать, что вы сказали монетизация льгот, мне кажется, вот именно это был переломный момент. Это был перелом, потому что в 90-е годы грабили материальное наследство Советского Союза, к концу 90-х его, в общем-то, разграбили в целом. Остались какие-то ошметки типа РАО, ЕС и РЖД. Что дальше пилить? И пилить ли? Был выбор, что можно не пилить, можно развивать. Путин прижал олигархов делом Ходорковского. И дальше была абсолютная свобода перспективы. Но, что называется, рутина засосала, рутина вернула. Вернулись к привычному образу действия, к понятному образу действия. Как строить, никто не знает, а как пилить, в общем, понятно. Возвратно поступательные движения, да? Да. Но, если хотите, можно об этом, конечно, поговорить. Но, сделаем так, что я буду говорить, вы будете запикивать и пойдет за счет текста литературного перевода. Слушайте, вот это будет... Так, у меня китайский один мой знакомый, его избили очень сильно в подъезде в начале нулевых годов. Он это писал в следующих сервинах. В подъезде меня встретила группа неизвестных мне молодых людей, которые подвергли меня жесткой и незаслуженной мною критики. И не вполне заслуженной мною критики. Слушайте, китайская цивилизация, это тема еще на одну передачу. Так что, вот, дайте себе помечу Китая пенсионную реформу. Давайте немножечко про свет в конце тоннеля, потому что, хотя, может быть, это не, как, знаете, как в известной шутке, может быть, фары электрички. Но, тем не менее, известия сообщают о том, что, согласно математической модели ребят-математиков из СПБГУ, пика в обоих столицах, и в Северной, и, значит, в Москве, заболеваемости придется... Я уже понимаю, что вы, Михаил Геннадьевич, понимаю ваше выражение лица, я фразу закончу, и, так сказать, вам слово придется в середину декабря. Да что скажете по этому? Ну, это наглядное опровержение той людоедской теории, что математики – это не люди. Математики – это нормальные, хорошие, обычные люди, которым хочется отдохнуть на Новый год! Выпить, закусить, как в компании! Поэтому их модель показывает, что пика вот сейчас, а к Новому году все пойдет на спад. Значит, коллеги, математики работают с официальными данными, а я статистик. Моя работа – выяснять, какова погрешность этих официальных данных, можно ли их вообще использовать. Так вот, как говорят врачи, опять-таки, не проверял, свечку держать не могу, но врачам этим я доверяю. Колоссальный опыт. То, что мы называем динамикой заболеваемости. Это не динамика тяжелых случаев, которые можно отследить. Там, попал в больницу, умер, поражение легких. Нет. Это тесты ПЦР. Тест ПЦР срабатывает, как говорят европейцы, его разработавшие в том числе, на плохие эмоции. На любое воспаление в организме, если совсем грубо, на тяжелый стресс. Точка. Поэтому до 40% ложно-положительных результатов, до 30% ложно-отрицательных. Что можно считать с такой точностью, это вопрос госпожи Поповой. Я цензурно на эту тему говорить не готов. Но, понимаете, когда мы вот такую качество статистики начинаем упаковывать в какую-нибудь математическую модель, это занятие для Грефа. Когда людям в Сберии нечего делать от того, что у них слишком много денег. Да и они, судя по всему, просто сходят с ума на почве обработки больших массивов данных. Это понятно. Когда этим занимаются математики, ну, это интересная научная работа, это интересный эксперимент. Это очень забавно. Но на основании этой модели, грубо говоря, расслабляться на новогодние праздники, я вам не советую. Я против коронавируса, но коронавирус есть, он с нами навсегда. Единственный способ уберечься, это повышать иммунитет общий. Проблема. Кстати, методы повышения иммунитета на Делягина.ру тоже описан. Там очень вкусный коктейль с имбирем. На самом деле, правильный. Я изготовил, ребят, вкусно. Там все это описано. Но это обычные стандартные средства, грубо говоря, полународная медицина. Ну, народная медицина, которая врачами доведена до совершенства. Но на самом деле, это современные технологии позволяют, уже ученые это сделали, позволяют и надежно профилактировать коронавирус. Почему-то побочные следствия. Это восстановление сосудов, сердца, хрящей, суставов, мозгового кровообращения. Я прошел эту технологию по другим, так сказать, показаниям. Побочные следствия. Лошадиный иммунитет. То есть, я, в принципе, могу целоваться в губы с человеком, который инфицирован коронавирусом. Даже, так сказать, в острой фазе. Естественно, я этого делать не буду. Третья передача по медицине. Все заинтересовались аппаратом, который вы приобрели и просили отдельно на эту тему с вами поговорить. Поговорим. Вот. Но и эта штука профилактирует коронавирус очень здорово. И профилактирует, самое главное, последствия и лечит последствия. Потому что последствия страшные. То есть, вот там были клинические испытания. Порядка 90 человек эти испытания прошло. В ходе этих испытаний люди ведут активный образ жизни. Где-то четверо из них заболел, переболел коронавирус. Все переболели очень легко. Все переболели очень легко. Но последствия. Скажем, один человек. Вот один случай из этих четырех. Один день человек переломался. 37,2. Просто ломалось суставы. И через пару недель говорит, что-то я стал забывчив. Поскольку он-то сказал врачу с хорошей клинической практикой, он сказал, бегом на МРТ. Сделали МРТ мозгом. Ну, я не буду выдаваться в детали. В общем, часть артерий, которые снабжают мозг кровью, просто перестали работать. Из-за чего закупорились? Последствия коронавируса. Это лечится. Нет, ну, как бы современные технологии этого, естественно, не лечат. Ну, как бы официальная медицина. А современные технологии, рекомендованные клиническому применению на всей территории Российской Федерации, это лечат. Но это никому не нужно. Именно здраво это не нужно. Невгородской области это не нужно. Московским властям это не нужно. Питерским властям это не нужно. Никому это не нужно. По детской причине. Это технология дешевая в применении. она для нее нужно чего-то так и подумал что вас довольно дорогое оборудование но распилить на это много денег ну для этого нужно применять голову а как бы кладбище приносит значительно больше особенного мороза копать тяжелее расценки растут так что люди растерые друзья у нас какие-то шутки груз это это не шутки это государственная политика при всем уважении есть один регион где сейчас это дело будет применяться испытываться республика составе российской федерации и назвать не рискнул потому что если я назовусь моя вероятность что в этой республике тоже все будет уничтожен и выше давайте немножечко освежим рисунок эфира меня тут в легкий шок повергло известия том что как искать вежливо был оптимизирован самолет судного дня это командный пункт для высшего руководства страны на случай глобальной войны у нас таких сама я думала вас и дали на металлолом давным-давно в ходу с пор летают а зачем судный судный день уже был вы имеете не думал совсем смысл существования российской государства если в большом плане вывод капиталов из россии и поддержка мировой финансовой системы потоком наличности причем здесь самолет судно судно не кому нужен нет но если его не сдали на металлолом до сих пор конечно замечательно если их 4 штуки все еще где-то сохранился вообще восхитительно как там у стругацких помните вы по моему в обитаемом острове или где-то еще где они летели на самолете который был построен предыдущей цивилизации старый и по описанию вполне подходит под ту 95 на самом деле самый парень из при парень из преисподней слушайте ну хорошо конечно эти самолеты сохранились от приятная новость я очень рад и такая же новость как эти системы авангард которые при советской власти их сделать спланировали подготовили сейчас сделали окончательно это прекрасно распилили ну знаете это все мне напоминает не понимаю ваша ирония но это же знаете есть такой армейский анекдот про ревизию на армейском складе когда дошли на отражать на все вопросы проверяющих отвечает миши съели значит все хорошо понимаем мешок крупы могли съесть там словно говоря там 40 пачек печенья могли съесть ну как они съели тушенку она же в железных банках какие мыши у тебя тут на складе ну как миша командир миша сам вот я все-таки к чему на складе должен быть порядок вот есть самолет неважно нужен он или нет 4 самолета значит как к миши съели да это вот как это вообще как это будет оформлено извините за формализм нет ну раз уже ратура там скандал будет какой-нибудь следствие нет это не не следствием нет каком-то военное следствие будет или фсо должно вообще с этим разбираться по-хорошему ну разберутся накажут кого-нибудь а что у нас вообще с охраной стратегических объектов я не знаю насчет стратегических объектов есть такой стратегический объект президент российской федерации вот там все хорошо я уверен не вот президент российской федерации помните посетил коммунарку начале коронавирус да помните кстати немного фотографий как он стоит в лифте с главврачом и главврач который пережил всю эту оптимизацию него смотрит так на некоторых фотографиях что у меня возник страх за здоровье товарища президент может врачи не знают куда надо бить они на то и проходили планет ни к чему не призываем нет мы выражаем радость что все обошлось но простите президент российской федерации он главврач был довольно под обострольством не показалось президенту это когда он разговаривал в телевизоре когда человек разговаривает у него мимика игра когда вас вырывают из этого потока и дню одной фотографии а фотограф умелец да вы рассказываете человеку как вы его любите как вы перед ним преклоняетесь а на лице написано молоток бы мне уж извините самый французский там все было написано на лице когда и стояли в лифте таким на этих крупных вся оптимизация медицина была написана я после этой фотографии зауважал даже этого врача стараюсь найти эту потому что до этого он рассказывал что не нужно массовое тестирование по тем же причинам по которой не нужно массовое тестирование массово онкологический скрининг потому что это врачей перегружает а можно онкологический скрининг спасают дикое количество жизни на самом деле когда это услышал из уст врача я общем успел к нему крайне негативные чувства вот но так сказать по мясу у нас на стазиолог он не вирусолог не инфекционист и поэтому он судя по всему просто не знает как нужно соблюдать мир и безопасности поэтому он заболел он заболел сам изолировался да но он перенес слава богу относительно нормально слава тебе господи но понимаете ситуация когда президент страны допускается до общения с человеку который в условиях непонятной на той момент на тот момент эпидемии а на самом деле общем-то и опасные эпидемии не знает как обеспечивать свою безопасность простите пожалуйста а где находилась в этот момент служба безопасности президента она понимает что вообще говоря при легком желании это можно было трактовать как покушение на жизнь да не удавшись до замаскированы но человеку оказался на объекте с повышенной вирусной нагрузкой без должных систем безопасности простите пожалуйста когда ельцин в 93 году решил пройтись на улицу горького тогда еще или может уже тверскую в магазин тогда еще гастроном спросить что тут с ценами с жизнью пока он шел пешком в этом магазине не осталось ни одного человека как в анекдоте фильм слуга народа в звании ниже старшего лейтенанта вот таких коржаков и посидел и полысел но он сделал я не говорю что это хорошо как это должно работать это было еще 9 управление кгб по духу а сейчас просите пожалуйста я понимаю что там можно смеяться когда фсо покупает белых лабораторных мышей то есть ой зачем им мышки да эта дискуссия но если они их покупали значит они их ну они нужны для чего-то это вопрос безопасности и когда мы видим президента который посещает этот объект а после этого главврач этого объекта заболевает мы понимаем а меры безопасности были приняты ненадлежащие второе президент должен охраняться все-таки получше чем самолет судного дня если такое допустимо в отношении президента то в отношении самолету судного дня тем более удивляться нечему у меня то вообще было представление что у нас избыточные меры по охране первого лица сравнение с европейскими лидерами простите пожалуйста от европейского лидера зависит крайне мало меркель может шанс спокойно ходить в магазин супермаркет может если пристрелит не дай бог конечно то в принципе в германии больших проблем от этого не возникнет да может измениться вектор развития может измениться баланс сил наверное изменится то не произойдет ничего катастрофического у нас системы который замыкается на одного человека один человек может принимать решение хорошо допустим владел владимирович пустин путин решил отдохнуть полгодика кто в стране будет принимать решение я не знаю ни одного человека в нашей системе госуправления может быть кроме сейчас мишустина который способен принимать решение права так Продолжение следует...